Привет, дорогие учащиеся! С вами снова Ани. Я сегодня подготовила для вас материал по теме обращения. Цель сегодняшнего занятия – узнать, что такое обращение, определить типы обращений по составу, узнать, чем выражаются обращения и рассмотреть особенности пунктуации обращения. Ключевые слова нашего занятия – обращение – кочакан, член предложения – нахадас цянантам, и пунктуация – кетадручун. Теперь задание. Прочитайте отрывок и определите, кому обращается автор. Прочитаем вместе. Мы вольные птицы, пора, брат, пора, Туда, где за тучей пелеет кора, Туда, где синеют морские края, Туда, где гуляем, лишь ветер, тая. В этом отрывке автор обращается к брату. То есть обращением в этом отрывке служит слово «прат». Обращение – это слово или сочетание слов, которые называют того, кому обращаются с речью. Как в примере, который мы уже рассмотрели. В этом предложении обращением служит слово «прат». Как вы видите, оно с двух сторон обособлено запятыми. Если предложение стоит в середине предложения, оно с двух сторон обособляется запятыми. В этом примере обращение выражено существительным в именительном падеже. Рассмотрим еще примеры. Мой первый друг, мой друг бесценный, И я судьбу благословил, Когда мой твор уединенный, Печальным снегом занесенный, Твой колокольчик огласил. Давайте определим, где в этом стихотворении обращение. Первое – мой первый друг, И второе – мой друг бесценный. Обращение стоит в начале предложения, Значит, оно обособляется с одной стороны. В этом случае обращение выражено целым словосочетанием. Значит, из этого можем сделать вывод, что обращение выражается или одним словом, или целым словосочетанием. Сравним два примера. В первом примере обращение было выражено одним словом «прат», а во втором примере «мой первый друг» и «мой друг бесценный» двумя словосочетаниями. Если обращение выражено одним словом, оно считается нераспространенным. Если обращение выражено словосочетанием, то оно распространенное. Теперь мы узнаем, чем выражаются обращения. Первое – с согласованным определением. Второе – с несогласованным определением. И третье – предложение. Рассмотрим примеры. «Прощай, немытая Россия». Обращение в этом случае – «немытая Россия». Оно выражено словосочетанием с согласованным определением. Второй пример. «Ты пахни в лицо, ветер с полудня». Обращение в этом предложении – «ветер с полудня». Оно выражено словосочетанием с несогласованным определением. И третий вариант. Обращение также может быть выражено приложением. Например. «Тебе, Кавказ, суровый царь земли, я посвящаю снова стих небрежный». Распространенное обращение выражено приложением. Перейдем к следующему примеру. «Прекрасны вы поля земли родной». Подумайте, к какому типу обращений относится данный пример. «Поля земли родной» и чем оно выражено. А я вам объясню знаки припиняния в этом случае. Если обращение произносится с восклицательной интонацией, то в конце предложения стоит восклицательный знак. Как уже было сказано, если обращение стоит в конце предложения, оно с одной стороны обособляется запятой. То есть перед обращением стоит запятая. Следующая наша цель – сделать анализ предложения с обращением. «Прекрасны вы поля земли родной». «Прекрасны сказуемые вы подлежащие». Важно запомнить, что обращение не является членом предложения. Итак, посмотрим, что служит обращением. Первое – собственные имена людей. Второе – название лить, по степени родства, профессии, по должности и т.д. В художественной литературе также обращением могут служить неодушевленные существительные и географические наименования. Итак, мы достигли наших целей. Узнали, что такое обращение, определили типы обращений по составу, как вы помните, распространенное и нераспространенное. Узнали, чем выражаются обращения, а также рассмотрели особенности пунктуации обращений. Повторим еще раз. Если обращение стоит в начале предложения, после обращения стоит запятая. Если обращение стоит в середине предложения, оно с двух сторон обособляется запятыми. А если обращение стоит в конце предложения, то перед обращением ставим запятую, а в конце предложения восклицательный знак. Ваше задание – угадать по картинкам, о каком стихотворении из армянской литературы идет речь и определить, кому в этом стихотворении обращается автор. А я с вами прощаюсь. Смотрите наше видео, ловите свежие знания. Пока!